Грех разведчиков и то, что они подбили наш народ и жали на плач, он был источником следующих изгнаний. Есть вещь, которую я вначале не понимал, и только в последние годы я начал это понимать. После правонарушения еврейского государства 73 года тому назад была большая эйфория в народе Израиля, можно их понять, я прекрасно понимаю, но дело даже не в этом, эйфория в городе просто народа Израиля, это была эйфория даже среди многих мудрецов ТОР. Видели в этом начало избавления. Было несколько считанных мудрецов ТОР, которые отвергли всю эту эйфорию. В частности, Равис Бриско, это был Хазаныш, ну и только они, были еще люди, которые великие мудрецов ТОР, которые отвергли это. Из их уст исходит очень такая вещь странная, которую я... Вы понимаете, почему это отвергли, я объясню. Как-то мне объяснил Рависик Зинберг, почему не надо праздновать День независимости Израиля. Он сказал так, деликатно, я тогда был еще в армии был, потому что родился ребенок, все ожидали от него много чего хорошего. А в итоге выдаст, что все другое. Так перестали праздновать День рождения. Перестали праздновать. Я говорю сейчас даже не об этом. Они предвидели вещь, которую я вначале не понимал. Что израильский государственный аппарат может превратиться в систему, порабощающую мир ТОР. Они говорили об этом страшную вещь, что изгнание среди евреев – это самое тяжелое изгнание. Я это начал понимать не так давно. Слова их я знаю. Когда коалиция Лапид и Беннет 9 лет тому назад, вместе с Натаньяо, между прочим, провели закон об уголовной ответственности Ешеботников, за что они не идут в армию, то есть, короче говоря, тогда в этом законе была оговорена тюрьма для Ешеботников, которые хотят учиться, поэтому не идут в армию. Хорошо понял, что такое порабощение народа Израиля, в своем собственном ивреем. Слава Богу, тогда в указании Великого Дресатора была огромная демонстрация, сейчас там, по-моему, 800 тысяч человек, тихая, мирная, без всяких беспорядков. И, слава Богу, этот закон отменили. Отменили, но эти круги, которые тогда его провели, это был Беннет и Лапид. Они сейчас рвутся к власти опять, и с ним еще присоединился еще один, нежели один, еще несколько, один из них, известный нам господин Либерман, который отличается антирелигиозной пропагандой, постоянными оговорами религиозной общины, и это страшная вещь, страшная вещь. Вот мы сейчас находимся в состоянии страха перед тяжким изгнанием среди евреев. Среди евреев. И надо просто, надо знать одну вещь. Сказали наши мудрецы, «Мия хахам аруэта нолад». Кто мудрец, кто предвидит будущее. Наши мудрецы хорошо предвидели будущее. Однако надо знать еще одну вещь. Что это понятие изгнания, корень его в нашей недельной главе. Все изгнания и их корень в плаче нашего народа о том, что Всевышний как бы ведет их в плохую землю, это источник его недоверия к Творцу. Недоверие к Творцу. Мы хотим исправиться. Понимаете, Всевышний правит миром абсолютно. Никакой ни Лапид, ни Беннет, ни Либерман не могут ничего сделать, не будут на то согласия от Всевышнего. Однако Всевышний правит нами в соответствии с нашими грехами, того, что нам надо исправить. Поэтому нам надо, безусловно, укрепиться в вере и в доверии к Творцу. То, что касается буквально исправления греха разведчиков и народа Израиля, который соблазнился их оговорами, исправить грех злословия, был причиной, когда их злословие, это было их большим грехом. И еще одно еще вам скажу. Если мы сейчас укрепим себя и в Торе, и в вере, в поддержке Торы, понимая, что нам не на кого опереться только на Всевышнего, как это говорит Масека Цойта в конце, то мы удостоимся большой помощи свыше. Если мы же будем думать, что мы находимся в их руках, мы от них зависим, то сама мысль этого, в ней есть недоверие к Творцу, и она может привести к очень печальным последствиям. Если мы думаем, что мы в чьих-то руках, то мера за меру Всевышний может нас отдать, не дай Бог, в их руке. Для нас сейчас время, когда мы должны укрепиться в вере и доверии к Творцу. И мы не раз уже публиковали это в Бейрод, великая сгула Рабхайма из Ворожана. Он пишет такую вещь, что в Непешахае Шаргимал, три третьи врата, когда человеку приходят всякие внешние силы, которые подвигают его опасности и тому подобное, он должен укрепиться в вере и в знании, что в Севышнего и никакая сила в мире не может сделать ему ничего хорошего, ничего дурного, ему до того воли Творца. И почему называется сгула? Потому что человек ставит себя полностью под сень правления Всевышнего, он не боится никого, не полагается ни на кого, кроме Всевышнего. Это причина, что мера за меру так Всевышний будет себя с ним вести. Я думаю, что мы после полутора лет короны и таких событий, у нас было много причин понять и убедиться, что в руках Всевышнего, и что только в его руках нашей жизни, наше здоровье, и чтобы сейчас это был еще один повод укрепиться в этом дальше, и тем самым достоится действительно избавление. И по большому счету, наша недельная глава, мы ожидаем ее избавления, мы ожидаем, когда наконец-то Всевышний пошлет на Мащеаха, чтобы исправить всю эту ситуацию. А было еще одна вещь. Еще видел, примерил из уроков обо Штербухе, он говорит одну вещь, которая требует от нас не серьезно отнестись. Говорит, что до возникновения, до основания государства народ Израиля жил с ожиданием Мащеаха. После создания государства это ожидание Мащеаха упало. То, что нет, не дай Бог, есть. Опять же, Роман Штербух говорит только о религиозных евреях, о нерегиозных вообще ничего говорить. Ну, то, что называется, у нас уже есть синица в руках. Есть синица в руках, так уже не надо ожидать журавля в небе. Нам надо укрепить себя в ожидании Мащеаха, понимать, что то, что есть, слава Богу, и все есть много-много хорошего, и можем жить, учиться, преподавать на Святой Земле. это огромная милость Всевышнего к нам надо намного благодарить, но не думать, что эта форма нашей жизни сегодня, это то, что является избавлением, а можно молиться об окончательном избавлении, а со своей стороны делать, исправлять вещи, которые нам мешают. укрепиться в вере, в Торе, избавиться от греха, злословия, обеспечить ненависти, и, конечно, максимально-максимально нести Торус им себе и всему народу Израиля. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...